Глава первая. Любовь с первого взгляда. Пора пришла, она влюбилась. Александр Сергеевич Пушкин. Вариант, воспитый в прозе и стихах, сделавший людей счастливыми или приведший к трагедиям. До последнего вздоха или сильно укороченный курортный вариант. Чувства, возникающие с удивительной чистотой, у многих еженедельно и каждый раз на всю жизнь, поражающие сердца юношей и старых холостяков, убеленных сединами. Здесь мы не будем возвращаться к теории и обсуждать отличия острой влюбленности и любви, вероятности и чистоты перехода одного в другое и вообще всего, что могло показаться неким нежным чувством, возникшим вдоль секунды. Симптомы тут просты и незатейливы. Вот вчера ваша жизнь была стабильна и размерена. Или не была таковой. Но появление в ней пылающей любви представлялось маловероятным или даже невозможным. А уже сегодня все ваши думы об одном человеке, которого вчера вы могли совсем не знать. Или даже знали, но он всегда молчал в вашем присутствии. Либо его влюбляющий ракурс до сих пор не попадался вам на глаза. Взгляды не пересекались, по душам не разговаривали, а тут какое-то неразличимое движение или интонация, сделавшее человека почти родным. Запах, напетая мелодия, небрежно поданная чашка кофе, мгновение заботы и понимания. До какого-то момента все было обычно, и вдруг возник фактор Х, несуществующий или несущественный до момента Y, когда в условиях Z случается нечто, что мы и обозначаем «влюбился с первого взгляда». Жизнь переворачивается в считанные мгновения и становится абсолютно непонятным, как ты жил раньше и как случилось так, что в твоей жизни были какие-то другие люди. Уточню, зачастую те, которые раньше без сомнения назывались любимыми. В мгновение прошлое становится совсем прошлым, а будущее вовсю строится с другим человеком, в фантазиях или в реальности. Можно еще долго приводить захватывающие дух метафоры. Остановимся на очевидном выводе. Любовь с первого взгляда, безусловно, существует. И сейчас мы будем говорить про вариант шквальный, необузданный, не вызывающих у наших героев ни малейших сомнений. Это точно она. И не дающий возможности сопротивляться. Первая, десятая, но точно огромная и чистая любовь. И далеко не факт, что взаимная. Кто-то, возможно, задаст вполне логичный и своевременный вопрос. А что, бывает любовь еще какая-то? Помните, кто впервые именно так вопрос поставил? Я пришел сказать, что люблю тебя. Так значит, это любовь с первого взгляда. А разве бывает другая любовь? Это диалог из фильма «Человек-амфибия» 1961 года. Но мы, люди, существа загадочные, и не с первого взгляда влюбляться умеем. Присмотреться нам надо, обтереться. А там, глядишь, и полюбим друг друга. Взгляда так с двухсотого. А ведь и правда. С какого же все-таки по счету взгляда все начинается? А дело в том, что скорость зажигания у всех разная. Тут вам расскажут историю про некую искру, про электричество, знаки Вселенной и про демонов, которые вдоль секунды уже договорились обо всем, пока вы еще не в курсе. Невозможно не вспомнить мнение психоаналитиков, которые называют это мгновенным переносом, когда лишь малейшая интонация, одно слово, привязывают вас к человеку, как к некому важному для вас опыту из прошлого. А значит, мгновенные влюбленности – это и не любовь вовсе. Никакой химии, почти рефлекс Павлова в чистом виде. Даже обидно как-то. Да, именно такое начало развития событий вполне возможно. Но не думаю, что дело только в этом. Может, это на самом деле момент, когда прежде разделенные половинки, долго скитавшиеся по свету, вдруг находят друг друга. Помните такую историю? Значительно хуже, когда одна половинка уверена в свершившемся факте, а другая слегка сомневается или, о ужас, не уверена вовсе. Вот тебе и вся красота древних легенд, примет и верований. Но многих прежде всего смущает скорость. Вот секунду назад человек еще был вполне нормальным, а тут – оп! – и уже смертельно влюбленный. Шучу, конечно, не судите строго. Нормальным был и нормально влюбленным остался. Просто тумблер какой-то в голове щелкнул. И вот результат. Получите, распишитесь. Или уже дня за три до этого человек был готов влюбиться. Биохимия нарушалась постепенно, и нужен был подходящий индивид, которому без предупреждения была объявлена любовь. А как же он? Случайный, не случайный визави. Тоже уже заряженный, с неделю ходил. Пора, пора, эх, как пора, – думал. Слишком уж быстро все получается, не правда ли? И впору воскликнуть. Да ты о нем ничего не знаешь. Но надо ли знать это все? Человеку-влюбленному. Ведь розовые очки такие притягательные. Но вот в чем вопрос. Может ли любовь с первого взгляда, даже начавшаяся с явной влюбленности, превратиться в оформленную любовь? Однозначного ответа здесь нет. Возможны оба варианта. При этом может снести голову основательно, а иногда окончательно и бесповоротно. Мне приходилось встречаться с людьми, в любовь абсолютно неверящими, трезво мыслящими и расчетливыми. И вдруг любовь накрывает. И человека как подменили. Интересная тема для размышлений. А последствия таких любовных историй еще интереснее. И располагают к размышлениям. Предлагаю обратиться к реальным любовным историям. История первая. Одна из самых удивительных и пронзительных. Рассказанная дамой на склоне лет. Она попала ко мне по причине смерти своего супруга. Ему было 92 года. Он недолго болел и в итоге покинул ее. Они прожили вместе 73 года. Со дня первого знакомства. С первого взгляда. С первого слова. Все 73 года у нее не было ни малейших сомнений в том, что это точно был он. Предназначенный для нее человек. Всю жизнь он считал ее подарком судьбы. Смог ли я ей помочь? Боюсь, что нет. Ее горе было слишком сильным. Через месяц ушла и она к нему. Обе наши состоявшиеся беседы сводились к одному. Она не хотела тут оставаться без него. И увяла на глазах. Близкие позже сообщили мне. Умерла тихо, абсолютно спокойной. Ушла к своему Николаю. Очень короткий рассказ. Но больше и написать ты нечего. Да и стоит ли? Как расценить ее последние дни? Что сделала с ней ее любовь? Как считаете вы, мои дорогие читатели? Вторая история иная. И длилась она меньше, чем первая. Примерно месяц. Вечеринка по случаю расширения фирмы. Наша Маша пришла туда без конкретных целей. Как сейчас принято говорить, лайтово потусоваться. Возможно, с каким-то ни к чему не обязывающим продолжением. Как пойдет. Сердце давно требовало праздника. И предстоящее мероприятие как раз именно такую возможность обещало предоставить. Она не была обременена никакими обязательствами. Недавно рассталась с молодым человеком, с которым последние пять лет делила постель и плату за съемную московскую однушку. Каждый уже достаточно встал на ноги, чтобы самостоятельно удовлетворять свои потребности. Тем более, они никогда не видели какого-то иного продолжения этих эрзац отношений. Свобода, перспективная работа, 27 лет, прекрасный во всех отношениях возраст. Первый корпоративный праздник, новые люди, красивое место, приятная музыка и дорогой алкоголь создали чудесное настроение. Было ощущение, что сегодня должно случиться что-то очень важное в жизни. Но из тех, кто проявлял к ней вполне объяснимый интерес, никто не годился на роль чего-то важного в жизни. Ближе к полуночи Мария чуточку загрустила и почувствовала острую необходимость совершенно конкретным образом повысить свою самооценку. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Как фигурально выразилась она при нашей первой встрече, пришло время самостоятельно снять кого-то. Он был ей незнаком, держался особняком. Хорошо одет, подтянут, на лице легкая небритость и улыбка, вызывающая лысый и с глазами какого-то расплывчатого цвета. Взгляды их встретились, и тут все случилось. Она влюбилась. Как бы не так, она почувствовала что-то смутное, неопределенное. Он точно был не в ее вкусе. Козел какой-то надутый, сынок чей-то, мелькнула мысль. Напыщенный, высокомерный, ну точно не вариант. Но козел, вероятно, считал иначе. Уже через минуту они общались. Вот здесь уже что-то перевернулось в области груди. Через полчаса решили отправиться в ближайшую гостиницу. Ночь пролетела незаметно. Утром она смотрела на него спящего. Смотрела совсем другими глазами. В сердце билось какое-то пока еще неразборчивое чувство. Но то, что с ней что-то случилось, она хорошо понимала. Короткий завтрак, ни к чему не обязывающие фразы. А было хорошо. Но пока. На телефоне. Может быть, когда-нибудь мы еще встретимся. Дома Мария долго думала, что же случилось. Почему ее так сильно тянет написать ему. И она, кажется, отправила какой-то смайлик. Ответа не было. И от этого становилось все дискомфортнее и больнее. Покой на ближайшую неделю исчез. Все мысли были только о нем. Он в мгновение стал самым важным, нужным. Да что мы вокруг да около ходим. Любимым. Таких чувств ранее она никому не испытывала. Одновременно были и радость, переполнявшая ее, и пугающая пустота. Он так и не ответил. Работали они в разных подразделениях и географически были разделены десятками московских километров. Делать ничего она не могла. Ей был нужен он. Объятия, слова, смех, дыхание. Все полностью. Маша понимала глупость своих дальнейших действий. Да он, возможно, даже не вспомнит ее. Одна из многих, не более. И от подобных мыслей становилось совсем некомфортно. Надо же было так втюриться. Совет с подругами не возымел своего магического действия. Ее рассудительную провинциалку никто из них не видел ранее такой потерянной и смущенной. Было принято коллегиальное решение разузнать про него побольше. Маша. Жена, дети и тому подобные подробности. Тем временем Маша сохла от любви. И если вы подумали, что это такая фигура речи, то заблуждаетесь. Сохла наша Маша от чувств вполне себе реально. Штаны скоро стали падать, а мысли в голове были только о, кажется, Александре. Создать на него досье оказалось делом несложным. Он не скрывался, был холост, детей не имел. Круг интересов имел широкий, и Мария в этот круг в настоящий момент не вписывалась. Родилось решение подойти и поговорить. Простое и изящное, с высокой ожидаемой эффективностью. Привела себя в порядок, накрасилась, замаскировала круги под глазами, на лицо надела улыбку. «Привет. Помнишь меня?» «Привет. Не совсем. Извини». Она с трудом свела разговор в шутливую плоскость. Чего ей это стоило, даже обсуждать бессмысленно. Хотелось провалиться под землю, сбежать, забиться в угол и долго тихо реветь. «Но пока...» «А было хорошо тогда. Спасибо за вечер. На телефоне. Может быть, когда-нибудь еще встретимся». Ревела она долго. От бессилия, от непонимания. Как с ней такое могло случиться? Что это за химия такая? Что в ней поломалось и зачем? Нужен был ей этот человек. Никакой одержимости не было. Просто необъяснимо тянуло к нему. К малознакомому, ничего не обещавшему человеку одной ночи. Вот почему он. Почему именно тогда? И много еще разных «почему», которыми она загнала себя окончательно в угол. Прошло чуть больше месяца. Ее лучшая подруга привезла ее ко мне. Так мы и познакомились. И начали лечиться. От любви. Той самой, практически с первого взгляда. Увы, не разделенной и не приносящей ни малейших положительных моментов для нашей героини. Подведем итоги. Первое. Все закончилось более чем благополучно. Второе. От любви все-таки приходится лечить. Третье. Чтобы не писать еще одной похожей истории, давайте пофантазируем, какие бы могли быть иные сюжетные линии в ней. Сложись все иначе. Как если бы у нас в руках был некий пульт, которым можно было бы выбирать варианты развития событий или варианты окончания истории. Какими могли быть альтернативный финал или начало, при условии, что единственным устойчивым компонентом оставалась только любовь. Итак, первая кнопка на пульте управления. Влюбились оба. И жили долго и счастливо. Вариант? Ну, а почему бы и нет? И с Марией я бы никогда не познакомился. Вторая кнопка. Он женат. Здесь тоже есть варианты. Взаимные и невзаимные. С разводом и без него. Усложняем? Жмем. Оба в отношениях. Историй таких более чем достаточно. И семьи здесь способны рушиться так же моментально, как возникает прекраснейшее на земле чувство. Тут уже любовь с первого взгляда с пострадавшими. Зачастую к этому чувству отношения вообще не имеющими. Любовь бывает зла? Да. А еще слепа и беспощадно. Кто-то сейчас вздохнет и скажет. А раз женат, так и не следовало на других женщин смотреть. Замужем? Глаза в пол и живи с мужем своим. Захотелось нового или супруг не устраивает? Так разводись и вперед семимильными шагами. А так не-не. Мы можем многим управлять своей жизнью, но любовь это непредсказуемая субстанция. Вот вы сейчас клянете влюбившихся с высоты своих моральных устоев, а уже завтра все в вашей размеренной и правильной жизни поменяется. Неоднократно я такое видел. И гордец, вчерашний морализатор, сегодня молвит. Глуп был, не любил по-настоящему. А сейчас крылья за спиной, и уже ничего не страшно. И жизнь одна. Раньше только в книжках такая любовь была, в женских романах. А тут, глядишь, сама в гости пожаловала. Внезапно и иногда весьма вероломно. Как-то так. С Купидоном шутки плохи. И никогда не говори никогда.